Здравствуйте! Сегодня в нашей студии Елена Геннадьевна Шейкис, заведующая диспансерным отделением для детей регионального тубдиспансера. Мы встретились в преддверии дня борьбы с туберкулезом всемирного 24 марта, его отмечают повсеместно. Такое внимание именно к этому заболеванию обусловлено его широким распространением, к сожалению, и в том числе определенными сложностями в борьбе с ним. Поэтому давайте мы расскажем сначала, откуда вообще пошло это заболевание и чем оно опасно. Существует оно с нами уже очень давно, по крайней мере при раскопке египетских пирамид были обнаружены скелеты, которые были повреждения, характерные для заболевания туберкулезом. Поэтому оно с нами уже порядка 2000 лет и даже более. Победить мы его, к сожалению, никак не можем. Почему? Потому что это относится к особо опасным инфекциям. И по данным БОС, она входит в... Мы входили до 2021 года, Российская Федерация входила в страны с высоким бременем туберкулеза. К счастью, в 2022 году в предыдущем мы вышли из списка стран с высоким бременем туберкулеза, но остаемся еще в списке стран с высоким бременем туберкулеза, с лекарственной устойчивостью и у ВИЧ-инфицированных больных. Лекарственная устойчивость, что это означает? Ну, сам патогенез туберкулеза, он очень сложный. И сама палочка, это вообще бактерия. День 24 марта празднуется, потому что Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза, то есть источника заболевания. И это микобактерия. То есть их очень много видов, там порядка 140 видов, но у человека вызывает заболевание 8 видов, которые условно патогенные для человека. И его недаром называют эту палочку бронированным чудовищем, потому что у него очень много слоев, которые защищают его от повреждения лекарственными препаратами. Первые лекарственные препараты, они были изобретены всего в 50-х, 60-х годах прошлого столетия, то есть даже менее чем 100 лет назад. До этого основное лечение – это было что? Климат. Если знаете, многие произведения художественной литературы, где описывается, что люди, к сожалению, либо выезжали куда-то на море лечиться, то есть климатотерапия, питание. И если ничего не помогало, то они, к сожалению, не умирали. Очень много таких художественных примеров. Когда изобрели лекарства, это был очень большой прорыв в борьбе с туберкулезом, то есть люди стали выздоравливать от туберкулеза, его стало можно вылечить. И вот в этом году день борьбы с туберкулезом проходит в рамках такой, что да, мы можем излечить туберкулез под лозунгом. Поэтому, но эта палочка очень приспосабливается хорошо, и она, к сожалению, может наращивать защиту от всех лекарственных препаратов. Последние только десятилетия стали вырабатываться новые лекарственные препараты, которые продвинули наш эффект в борьбе с туберкулезом. И так как вы представитель детского отделения, то, конечно же, хотелось бы узнать, насколько дети вообще в зоне риска, и насколько детская заболеваемость вот сейчас в каком она вообще состоянии в регионе? Да, последние три года у нас стабильная ситуация по туберкулезу, как взрослому, так и детскому. 10 человек заболевают среди 100 тысяч населения, это взрослых. Заболело три ребенка и один подросток. Но, к сожалению, я каждый год, наверное, это твержу на различных там конференциях, семинарах, то, что у нас есть все для того, чтобы дети не болели от туберкулеза. Но вот мы в предыдущем году, в 22-м, мы по детям, по трём детям выявили трёх взрослых. То есть, понимаете, взрослые не знали, что они болеют, дети проходят ежегодно профилактические там иммунологические обследования, а взрослые, к сожалению, не всегда ежегодно обследуются на туберкулез. Поэтому у нас в этом году разработан план противотуберкулезных мероприятий. Он утверждён на высоком уровне в Москве, подписан главным внештатным афтезиатром Российской Федерации Васильевой Ирины Анатольевны и нашим Минздравом, нашим министром здравоохранения Пшеником Александром Сергеевичем. И он уже исполняется. И по этому приказу индикаторные показатели должны быть все исполнены строго всеми муниципальными образованиями. И у нас индикаторные показатели по прохождению и иммунодиагностики среди детей и профилактическими осмотрами среди взрослых должны составлять 95%. У нас есть ещё такая вот среди взрослых когорта лиц, которые не проходят флюорографию два и более года. То есть, они уже входят в группу риска. Поэтому в связи с этим месячником борьбы с туберкулёзом хотелось бы обратиться ко взрослым, прежде всего, ко взрослому населению о том, что, во-первых, проходите ежегодно флюорографическое обследование. Во-вторых, если вы знаете, что вы находитесь в группе риска, то есть у вас есть хронические заболевания, такие как, допустим, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, хронические неспецифические заболевания лёгких, почек, ревматоидные заболевания, где лечится длительно гормональными препаратами или генно-инженерно-биологическими препаратами, то обязательно проходите флюорографию даже два раза в год для того, чтобы вовремя уберечь себя. Потому что малые формы туберкулёза, их можно излечить за 6-8 месяцев. Если уже форма распространённая, она уже с деструкцией, то есть пошло уже повреждение лёгочной ткани, то это уже больше года лечения. А если уже будет лекарственная устойчивость, то тут уже где-то полтора-два года надо будет лечиться. И плюсом то, что это очень дорогостоящее лечение в целом для региона. То есть ранняя диагностика – это, можно сказать, один из методов вообще? Однозначно. То есть туберкулёз – это профилактическое заболевание. Его легче профилактировать, чем вылечить. Это вот 100%. Поэтому для профилактики у нас всё есть. Дети у нас с года до 7 обследуются пробы МОНТУ. С 8 до 14 сейчас скрининг проходит методом диаскин-теста. С 15 до 17 подростки уже методом флюорографического обследования. Взрослые также должны проходить флюорографическое обследование. Можно ли выявить какую-то зависимость, кто вот те заболевшие дети и, соответственно, взрослые? Это связано с каким-то определённым районом или связано с определённым социальным статусом? Или сейчас это ни с чем не связано, и туберкулёзом всё-таки может заболеть каждый? Ну, туберкулёзом… Конечно, туберкулёз – это социальная, это не только медицинская проблема, да, это социальная проблема. Потому что вообще туберкулёз – это болезнь иммунной системы. То есть если как бы все мы много раз слышали, может быть, такое выражение, что туберкулёз тоже родом из детства. Почему? Потому что почему детей такое пристальное внимание к ним? Да. То есть потому что в детском возрасте человек, как правило, впервые инфицируется, то есть сталкивается с палочкой туберкулёза. И в организме она у него поселяется, она никуда не девается, то есть такой симбиоз. Она у нас внутри живёт, и мы с ней как бы ходим. Наша иммунная система, она подавляет рост её. Вот. Когда же, допустим, что-то случается, что с иммунной системой, ну, она в упадке, да, то есть а это может быть всё, что угодно. В том числе вот ковидные вот всякие, да, дела, которые сейчас прошла эпидемия коронавирусной инфекции, и иммунная система может быть ослаблена. Вот. Почему я назвала все вот эти хронические заболевания, да, то есть при которых именно идёт ослабление иммунной системы. И палочка начинает себя уже сразу вольготно чувствовать. Она начинает размножаться, а если плюсом ещё наложить стрессовая ситуация, да, то есть вот, к сожалению, вот заболело двое детей, у которых умерли близкие родственники, мама, мама умерли. Вот. И они, к сожалению, вот на фоне вот такого стресса, да, они заболели. Поэтому мы все входим в группу риска. Однозначно. И лучше профилактически всегда проверяться, чем потом лечить. То есть не пренебрегать теми мерами, которыми, к сожалению, многие всё-таки пренебрегают. Да, да. Тем более, если, допустим, у человека как бы даже был такой соцопрос в отношении прививок, да, почему вы делаете своим детям прививок. И там вот на 50% практически это потому, что там требуется в детский сад, да, потому что где-то это требуют. Если бы это не требовалось, то бы, наверное, никто бы и не делал. Ну, то же самое. То есть если человек там на работе, допустим, у него требуют прохождения, да, естественно, они проходят там ежегодно. Если же это не требуется, то сам там пойти и сделать, это, конечно, уже под вопросом, пойду ли я или нет. Если человек переболел туберкулёзом, возможно ли полное восстановление, в частности, вот даже возьмём, да, детей. Если ребёнок переболел туберкулёзом, как ты это вылечился? Как это скажется в дальнейшем на его здоровье и будет ли он всю жизнь в группе риска дальше? Ну да, к сожалению, даже дети, которые не заболели туберкулёзом, а просто у них в организме эта палочка образовалась, и она там активна, то есть, а это мы узнаём по методу диаскин-теста, да, то есть, мы делаем сначала пробу МОНТО, а потом делаем диаскин-тест. Вот если он у них положительный, то это дети в группе риска практически всю жизнь. Вот, потому что палочка, она может, вот я говорю, дать своё развитие в любой момент неблагоприятное для данного организма. То есть, если перевести на русский язык, полностью вылечиться от туберкулёза нельзя, если уже... Нет, вылечиться от туберкулёза можно, но это же такой же стиль жизни, как, допустим, люди с сахарным диабетом, да, там, люди с ожирением, которые знают, что они склонны. То есть, это просто определённый образ жизни должен вестись. Во-первых, правильное питание, да, белковое, которое... Потому что белок – это вообще основа иммунитета. То есть, нам нужно питаться мясо-рыбой, да, на любой приём пищи, потому что из этого строятся клетки иммунной системы, которые помогают нам в борьбе с различными вирусами и бактериями. Вот. И нужно постоянно, конечно, проходить профилактические осмотры, полноценно вести здоровый образ жизни, отказ во взрослом возрасте, особенно от всяких там вредных привычек. Мы с вами в начале беседы упомянули, что даже художественная литература, там, 19 века упоминает о летальных случаях. Сейчас есть ли... Вернее, да, сейчас туберкулёз настолько опасен, что он может быть смертелен? Или всё-таки он, скажем так, адаптировался и живёт рядом с человеком, но не убивает человека? Ну, вот в прошлом году у нас заболело 117 взрослых и... В регионе? Да, в регионе. И, соответственно, смертность от туберкулёза у нас была очень низкая. Два человека только умерли от туберкулёза. Вот. И один из них, правда, к сожалению, умер на первом году выявления. То есть, была уже поздняя диагностика, да, и когда уже, соответственно, его выявили, и он уже в ближайшем времени умрёт. Ну, это для региона, конечно, это очень низкий показатель у нас смертности. Вот. У нас лучшие показатели, чем, ну, в Центральном федеральном округе и во многих, там, по Российской Федерации в целом. А в целом человек, если вот для наших телезрителей, конечно, нужно ответственно относиться к своему здоровью и регулярно посещать медосмотры, но всё же какие-то симптомы человек сам может заметить у себя туберкулёза? Ну, у взрослых это длительный кашель больше трёх недель. И вообще все симптомы интоксикации. То есть, слабость, какая-то сонливость, да, повышенная раздражительность, какая-то слабость немотивированная. Вроде ничем не занимался таким, да, постоянно хочется полежать, прилечь. Всё-таки лучше тогда обратиться к врачу и сделать хотя бы флюорографию. В нашем регионе вот детки, у которых, к сожалению, выявляется заболевание, они сразу отправляются куда-то на стационарное лечение? Или по-разному всё тоже бывает? Да, если дети заболели, естественно, им требуется стационарное лечение. И у нас в регионе нет стационара по туберкулёзу, поэтому такие дети отправляются на лечение в Питер или в Москву. А в Кирицах, по-моему, там… В Кирицах это федеральный санаторий. Да, федеральный санаторий Кирицы. Там они берут наших детей на долечивание. Вот, сейчас тоже хотелось бы обратиться, наверное, к родителям, которые хотят отправить своих детей в санаторий Кирицы. Путёвки там абсолютно бесплатные. Вот, и они принимают круглогодично. То есть не только летом, да, когда многие вот ажиотажный спрос на путёвки, а если вы хотите всё-таки действительно оздоровить своего ребёнка, чтобы он прошёл полный курс восстановительного лечения там, то лучше вот ездить весна-осень. Здесь уже реабилитация идёт для тех, кто… Да, здесь идёт и реабилитация. То есть ведь методы профилактики, их несколько, да. То есть это, во-первых, и вакцинация против туберкулёза, которая делается детям в роддомах. Это и вот химиотерапия, которую мы назначаем деткам с положительным там диаскин-тестом. Это санитарное просвещение, да, прежде всего, должны всё-таки знать. Ну и осознанное, наверное, отношение и родителей в том числе, да, не отказываться от иммунодиагностики, в общем-то, не мешать врачам делать свою работу. Это вот прежде всего. Потому что вот проблема именно отказников, да, в кавычках, это очень большая проблема, и причём по всем территориям Российской Федерации. То есть не только в нашей Рязанской области. У нас, по крайней мере, все ведомства, они, в общем-то, хотя бы в одну линию работают. И Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и прокуратура. То есть все, как правило, работают по федеральным законам. И поэтому у нас, в общем-то, не очень много проблем в данном случае. Но есть такие родители, которые отказываются. И, к сожалению, вот хотелось бы к ним, наверное, обратиться, что даже если вы на 100% уверены, что лично у вас ничего нету, да, и у ваших детей, но всё-таки лишний раз перестраховаться надо. И проходите так, как это положено, и всё будет хорошо. И хотелось бы ещё от себя добавить, что, несмотря на то, что мы встретились, и напоминаем о профилактике и необходимых мерах накануне дня борьбы с туберкулёзом и в месячник борьбы с туберкулёзом, всё-таки весь год нужно помнить о том, что ответственность за своё здоровье несёте только вы, и не пренебрегать мерами профилактики, медосмотрами – это очень важный шаг к счастливому будущему и к здоровому. Да, однозначно ещё, что вы это за своё здоровье несёте, но также и за здоровье своих детей. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про это, потому что дети вырастут, и они должны сказать вам спасибо, что вы их вырастили здоровыми, красивыми и успешными. Спасибо, Елена Геннадьевна. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова